Далее экономический обзор в еженедельном дайджесте. Гостовская область занимает шестую позицию в рейтинге Российской Федерации по уровню внедрения электронного правительства и прочно удерживает первое место по этому показателю в Южном федеральном округе, согласно рейтинга журнала Госменеджмент. Кроме того, область входит в первую тройку регионов по развитию сетей многофункциональных центров и в первую десятку по внедрению универсальных электронных карт. В Цемлянском и Волгодонском районах появятся новые детские сады. За счет фонда софинансирования расходов областного бюджета в 2013 году должно начаться строительство детского сада в станице Романовской. К 2014 году два дошкольных образовательных учреждения распахнут свои двери в Цемлянском районе. Оба проекта будут реализовываться в рамках губернаторской программы по строительству детсадов до 2015 года. В субботу 23 марта в Волгодонске откроется сезон работы дачных маршрутов. На линию выйдут автобусы номеров 28, 29, 29А и 30. Стоимость проезда, согласно нового тарифа, утвержденного прошлой осенью, составит 6 рублей. На сегодняшний день специалисты Департамента строительства и городского хозяйства уже обследовали маршруты движения и составили акты. Сейчас дорожные службы устраняют выявленные дефекты полотна и устанавливают недостающие знаки. Индекс борща вырос сразу на 2 рубля и 19 копеек. Напомню, что мы его рассчитываем, исходя из средней стоимости необходимых ингредиентов в крупнейших торговых сетях города. Неделю назад кастрюля борща обошлась нам 214 рублей 69 копеек. На сегодняшний день цена вопроса 216 рублей 88 копеек. И напоследок расскажем об исследовании, проведенном агентством РБК. Вопрос звучит так. Как часто вы играете в лотереи? Большинство, почти 50% опрошенных ответили, что играли 1-2 раза в жизни. Никогда не испытывали удачу и не собираются это делать 29% респондентов. Редко играют 18% участников опроса. Не играли, но хотят попробовать 2%. Столько же признали, что играют достаточно часто. Постоянно испытывают фортуну 1,7% опрошенных.